Девушки отдыхают Арктическое мореплавание Его история полна героики и трагизма Десятки поколений людей отдавали свои силы, знания и опыт для того, чтобы покорить Арктику Страну холода и льдов, где все необычно Студенные моря, полярная ночь на полгода, особый мир животных и растений Около пяти веков назад началось самое настоящее сражение между человеком и природой за Северный морской путь Каждый из тех отважных смельчаков, кто начинал штурм Арктики, знал, что рано или поздно она покорится О блистательных подвигах отважных людей, вписанных во всемирную историю О природных особенностях полярных районов нашей планеты Рассказывает единственный в России и крупнейший в мире Российский государственный музей Арктики и Антарктики Что же представляет собой Северный морской путь сегодня? Это транспортная морская магистраль на Евразийском севере России Проходящая через шесть морей Баренцево, Карское, море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское и Берингово От Санкт-Петербурга до Владивостока по Северному морскому пути 14 тысяч километров А вот расстояние между этими городами по Южному пути через Суэцкий канал Составляет свыше 23 тысяч километров Вокруг мыса Доброй Надежды расстояние еще больше 29 тысяч километров Прежде чем по Арктическим морям была проложена судоходная трасса Исследователи долгое время ошибочно считали, что плавание через Ледовитый океан Не будет представлять трудностей Необходимо только раскрыть секрет, тайну Арктики Однако все оказалось не так просто Древние наскальные изображения на далеком севере Рассказывают о давней борьбе человека с морем за овладение его богатствами И гораздо позднее о сокровищах этой части планеты ходили самые невероятные слухи Привлекая храбрых людей пуститься в путь Фрагмент наружной обшивки и часть форштевня древнего коча Одежда полярного морехода Эти редкие экспонаты музея относятся еще к 16 веку В это время московский книжник, дипломат и переводчик с латинского Дмитрий Герасимов Создал первую теорию о возможности прохода судов из Европы в Китай по северным морям Двина, уверял он римского историка Паула Джовиа Увлекая бесчисленные реки, несется в стремительном течении к северу Море там имеет такое огромное протяжение, что по весьма вероятному предположению Держась правого берега, оттуда можно добраться на кораблях до страны Китая Если в промежутке не встретится какой-нибудь земли Теория Дмитрия Герасимова опиралась на практику мореплавания во льдах И на уровень географических познаний того времени Русские имели несомненный успех в вождении своих кораблей на севере Древний архив Соловецкого монастыря сохранил немало свидетельств о древнем мореплавании во льдах В сопровождении кормщиков поморов прокладывали новые пути вдоль незнакомого края люди разных сословий Крестьяне и приказчики, именитых купцов, казаки и поверенные сыновитых чиновников Объединяли их обязательные и необходимые в таких походах качества Железная воля, смелость, выносливость Нередко случалось так, что оказавшись без хлеба и продовольствия В местах удаленных от жилья, эти люди ели кору деревьев, мох и коренья Как они говорили, сквернили свою душу всякими непотребами Жили словно язычники, чтобы не умереть с голоду А вернувшись, замаливали свои грехи перед Богом Неделями стояли на коленях в Якутском Спасском монастыре История открытия и освоения Северного морского пути Представлена в музее отделом экспедиции Великой Северной экспедиции под руководством Витуса Беринга Первой русской морской высокоширотной экспедиции Под командованием капитана первого ранга Василия Чичигова Экспедиции на Новую Землю и Северо-Восток Азии Под руководством Федора Литки и Фердинанда Врангеля Известнейшей русской полярной экспедиции на шхуне Заря Под руководством Эдуарда Толля А также экспедиции Седова, Русанова, Русинова Непременными участниками этих походов были поморы На поморских верфях строились и суда для северных экспедиций Это штурвал первого в мире арктического ледокола «Ермак» Магнитный судовой компас И буквы бортовой обшивки знаменитого корабля Один из разделов музея рассказывает о том, что основу научных представлений о природе северных морей и в целом об Арктике заложил Михаил Ломоносов Еще до того, как были обобщены материалы Великой Северной экспедиции Ученый создал свою энциклопедию знаний об Арктике Ломоносову принадлежит и первая классификация арктических льдов Он верно дал картину очертания берегов Арктики Предсказал направление течений в океане До сих пор ученые не перестают удивляться Гениальному научному предвидению Ломоносова Его проникновению в явления природы А недавно стало известно еще одно его утверждение О существовании в районе Южного полюса твердой земли Антарктиды Первыми, кто увидел берега Антарктиды, были русские мореплаватели Фаддей Белинсгаузен и Михаил Лазарев Это произошло 28 января 1820 года И эта дата стала днем открытия Антарктиды В конце 19 века большинство географов мира Выдвинули идею исследования Ледового континента Силами объединенных международных экспедиций Но только в середине 20 века Был осуществлен этот масштабный замысел 12 стран приняли участие в исследовании Антарктики Направив к ее берегам научные экспедиции 1 декабря 1959 года Был подписан международный договор об Антарктиде Он гарантирует свободу научных исследований всех стран-участниц И обязательство использовать Антарктическую зону К югу от 60-й параллели Исключительно в мирных целях Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok